Если так будет продолжаться, то мы придем в Москву и устроим там Варфоломеевскую ночь. Это слова Пригожьи. Ненависть к расисту, ненависть к врагу. Он не человек, он урод, убей его. Говорит ли это о силе президента Путина? Думаю, что нет. Это международный терроризм в чистом виде, прямо по всем определениям. Если он до этого был всего лишь таким легким изгоем, то дальше он становится просто невыносимым изгоем. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики канала The Insider Live. Меня зовут Ксения Ларина. Как обычно, мы каждую неделю встречаемся с людьми в рамках нашего такого большого интервью. С людьми, с чьим мнением нам важно и интересно. И главное, чтобы эти люди были вам интересны. Сегодня наш гость Михаил Шительман. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Украинский политолог, политтехнолог, прямиком из города Киева. Сегодня в Украине день государственного флага. Мы записываем наше интервью 23 августа. Это важно вам сказать, дорогие друзья, потому что очень важные события произошли вечером 23 августа. Поэтому, да, наше интервью выходит 24 числа, в День независимости Украины. И об этом мы тоже поговорим. Но мы не можем обойти вниманием столь значительное событие, как вот это вот уничтожение самолёта с группой ЧВК «Вагнер», где по разным данным находились в том числе и глава ЧВК товарищ Пригожин, и сам Вагнер, господин Уткин. Давайте сделаем так, уж коли мы выходим из записи. Миш, мы имеем право с вами сейчас обсудить все возможные варианты и версии. И когда настанет утро завтрашнего дня, мы сверим, мы посмотрим, насколько мы угадали. Давайте, ваш вариант. Во-первых, мы, правда, можем и не узнать даже утром, но предстоит нам действительно интересная ночь, потому что я задумался, сколько здесь всего сошлось в сегодняшнем вечере и в ночи предстоящей, завтрашнем дне. Напомню, что Пригожин, а я эти слова его всё время выделял и подчёркивал, он однажды с большим спичем выступал по поводу зажравшихся людей в Кремле, в Москве, незадолго до мятежа, ну не во время мятежа, а раньше. И он, в частности, сказал, что если нам так будет продолжаться, то мы придём в Москву и устроим там Варфоломеевскую ночь. Это слова Пригожина. Варфоломеевская ночь сегодня, с 23 на 24 августа, это Варфоломеевская ночь. Никто не вспомнил, между прочим, пока ещё. А я тогда сказал, ребята, запомните этот твит. Вот ночью с 23 августа на 24 августа этого года произойдёт что-то главное в России. Это будет Варфоломеевская ночь. И тут оно произошло просто с Пригожиным, то есть куда уж больше, прямо фантастика. Кроме того, конечно, прямо сегодня, ровно два месяца с момента начала мятежа. Ровно два месяца, 23 число. Дальше, конечно, я понимаю, что версии того, что произошло, они несколько могут расползаться. Но я бы всё-таки как бы лишние сущности убрал. То есть первое, я уверен, что Пригожин мёртв. Второе, я уверен, что это был, что этот самолёт, значит, ну, что это в самолёте, там, Вагнеровцы какие-то, они тоже все мертвы. В чём я не уверен? Наверное, из всего такого, я не уверен в двух вещах. Первое. Я не уверен, умер ли Пригожин сегодня или раньше. Это первое. И второе. Сбит ли этот самолёт с тестовым ПВО? Или же он взорван Управлением разведки Украины? Вот тут у меня нет ответа прямого. А как бы вы хотели? Вот какой вариант вы бы попали? ПВО, конечно, ПВО на самом деле. Российское ПВО было бы гораздо круче. Для Украины лучше, для мира вообще идеально. Просто картинка сразу. И сейчас расскажу тоже, почему. Давайте тогда начнём действительно вот с этого обсуждения. Спецслужба Украины или же всё-таки ПВО? Представьте себе, что это ПВО. Давайте, это всё-таки более вероятный вариант. Честно скажу, что это ПВО. Это о чём говорит? Значит, во время саммита БРИКС, на который Путин не смог поехать, потому что он ворует детей, если с этим скрывается от правосудия, Владимир Путин отдаёт приказ. Ну, никто другой же не мог отдать такой приказ. Мы понимаем, да, что здесь ПВО. Отдаёт приказ средствами ПВО поразить самолёт собственного повара в 50 километрах от своей резиденции. Говорит ли это о силе президента Путина? Думаю, что нет. Это означает, что он не может арестовать этого повара. Вот ничего не может, кроме как средствами ПВО, это сбить. Сбитие средствами ПВО гражданского самолёта, даже если в нём летит чей-то повар, это международный терроризм в чистом виде, прямо по всем определениям. И это уже нельзя списать на Гиркина по некому интимному обстоятельству, что Гиркин сидит в тюрьме, поэтому он точно не сбивал этот самолёт. Значит, кто-то другой. Это прямо, это выглядит для всего мира как настоящий ад. Просто вот разверзаются ворота ада, если выясняется, что по приказу Путина сбивают пассажирский самолёт. Неважно с кем, он пассажирский. Вот так вот, да, летящий над Российской Федерацией. Прямо над Путиным, по сути. Да, да, да. Да, да, да. Это прямо адская история совершенно для всего мира. И если он до этого был всего лишь таким лёгким изгоем, то дальше он становится просто невыносимым изгоем. Таких случаев, в общем, если вспомнить, даже не знаю. Какое-то сбитие, я помню, президента, двух президентов Бурунди, ещё чего-то вот так убили в Африке, например. Был такой случай, когда сбивали пассажирский самолёт с ними. Был Пабло Эскобар, который взрывал пассажирский самолёт, опять-таки, чтобы убить конкретного политика. Но это не был президент страны. Это сбивал Пабло Эскобар, наоборот. Вот. Это первый способ. Теперь второе, насчёт Пригожина. То есть я бы вот сейчас уже, по моим ощущениям, конечно же, все мертвы, все погибли, всё как бы нормально, всё в смысле хорошо. Но почему Пригожин мог погибнуть раньше? Потому что до этого, наблюдая два месяца за новые приключения Пригожина и его друзей, всё, что было после мятежа, после финального кадра его жизни, где он ручкой машет из джипа в Ростове, после этого было появление Пригожина в публичном пространстве, ну, штук восемь примерно, примерно штук восемь. И я вот прямо анализировал, много раз про это говорил, что, ребят, ну, посмотрите, нет ни одного достоверного, но это удивительно. Подождите, а вот Африка, Африка последняя, где он кричал про богатырей. Богатырии, мы ждём вас, богатырии. Да, несомненно, это Пригожин, несомненно, это какая-то, возможно, Африка. Но когда это снято, мы понятия не имеем. У этого нет никаких указаний, ни на что. Вот если бы этот же человек там же, стоя в кадре, сказал, так, как в Нигере случился переворот, и дальше по сценарию, да, всё было понятно. Но он этого не сказал. Он не указал ни места, ничего. Какого чёрта ему сейчас бегать по Африке вот с такенным автоматом? Он с кем там воюет реально Пригожин? Мы же его уже видели, он же уже брал бахмут. Какое, какого? Что это за ерунда вообще? И вот прямо каждый, каждый кадр, который мы берём, как будто специально сделан так, чтобы его ни к чему нельзя было привязать. То есть у него было несколько аудиозаписей, которые были все абстрактные. Мы ещё вернёмся каким-то задачам решать, напротив, что, каким задачам, чего решать. Его фотографии там, где он садится в самолёт, ну фотографии, мало ли что. Дальше его появление в Беларуси, в ночном лагере, ночью его снимают, его не видно. А зачем снимали так, чтобы не видно? Почему до этого всегда было видно? И он что, ну это же, он же знает, как снимать телевизор, он профессионал. У него все его съёмки очевидны, вот он стоит, он разговаривает. А тут что, забыли, мимо неудачно сняли? Да ладно. Когда он вербовал зэков в тюрьме, всё нормально сняли, а тут непонятно сняли. Случайно. Я не поверю, что это случайно. Ну и дальше вот эта фотография на саммите Африка-Россия. Тоже с кем? С кем-то. С каким-то чиновником, откуда-то в гостинице знаем какой, когда не знаем, и с человеком, с которым он, очевидно, встречался и раньше. Вот как будто бы специально, у меня возникло ощущение, я не искал здесь теории заговора по одной причине, потому что у меня не было какого-нибудь интереса. В смысле, у нас нет у Украины интереса жив-прегожим, мёртв-прегожим после мятежа. Это не было сильно важно для Украины. Но я просто как в качестве спортивного развлечения смотрел, составлял этот пазл и видел, что как будто кто-то искусственно придумывает человеку биографию. Вот прямо детектив Агаты Кристи, где кто-то специально придумал там 10 фактов, То есть человека нет уже, а он продолжает свою виртуальную, что называется, жизнь. Да, вот у меня это так выглядело абсолютно. При том, что у меня не было там теории, его убили, там кто-то говорил, я не знаю, откуда я знаю, убили бы, не убили бы, не знаю. Но очень странно, потому что если бы кто-то или Пригожин хотя бы хотел, чтобы хотя бы видели, что он действительно выступает, но в одном из этих восьми случаев он бы сделал хоть что-то, указывающее на настоящий момент. А это не было сделано ни одного раза, ни в одном слове, ни в одном. Это удивительная картина. Поэтому может быть, что он мог быть мёртв и раньше. Это я допускаю. То есть всё-таки ваша главная версия, что с ним в любом случае расправилась российская власть, а сейчас просто такая вот была типа инсценировка, в которой он погиб. Ну подождите. Они же что? Они же всё равно не могут в этом признаться. Давайте пойдём логически рассуждать. Они не скажут. Вы сами это сказали. Если они признают, что они сбили сами этот самолёт у себя над головой, то вообще что это такая за хрень? Значит, они будут утверждать, что это Украина. Или это тем более невыгодно получается, что Украина сбила их самолёт, который летел. Понимание не в Белгородской области, не в Брянске, не в Курске, а из Петербурга в Москву. Из Москвы в Петербург. Значит, по поводу того, был ли он сбит ракетой, мы узнаем достоверно абсолютно, потому что это из космоса прямо наблюдаемое, никаких сомнений не вызов. То есть не будет сомнений, что ракета сбила этот самолёт или он взорвался изнутри. Это мы узнаем. Вот буквально, возможно, к тому моменту, как выйдет в эфир, это уже будет известно. Просто американцы сообщат, кто-нибудь сообщит. Китайцы. У интусов теперь вон на Луне. Станция есть, они оттуда могут это видеть. Поэтому это будет видеть весь мир. То есть был ли сбит этот самолёт или же он взорвался сам. Поэтому скрыть это не получится. Рассказать, что это какие-то секретные тайные украинцы, которые под Москвой сидят с системой типа С-400 или из чего можно сбить Эмбрайер в такой высоте, но это уже прям совсем было бы как-то несерьёзно. Если не сбила ракета, если взорвался изнутри, тогда другой разговор, тогда можно обвинять Украину. Но обвинять Украину в стрельбе ПВО рядом, что она установила ПВО, чтобы спасти Путина, это уже было бы слишком. Нет, я не говорю, что моя основная версия, что он был мёртв заранее, потому что она такая, знаете, она вроде конспирологическая, а главное бессмысленная. Это не важно. Важно, что сегодня его объявят мёртвым. Вот это важно. Да, это факт. Как бы считается, что его убили сегодня. И убили его на следующий день после увольнения Суровикина, что интересно, после объявления об увольнении Суровикина. И это уж точно две связанные вещи. Вот точно их нельзя друг от друга отвязать. Увольнение Суровикина и смерть Пригожина. То есть это в определённом смысле некий силовой переворот чей-то. То есть такая смена, полная смена декораций. Да? Да, да, да. Это полная смена декораций. И вот главное, конечно, в этом способ. То есть если бы он просто как Суровикин исчез куда-то и, поминай, как звали, и кто там вообще такой был Пригожин, и всё было бы нормально, это говорило бы о том, что Путин как-то что-то взял в свою ситуацию под контроль. Вот такая смерть в небе, это означает, что нет контроля у Путина. Это, конечно, ну если он не может отдать приказ арестовать собственного повара, это вот, пиши-пропала, называется, путинская власть. Ну хорошо, мы повторю еще раз, чтобы не вводить в заблуждение наших зрителей, которые нас сейчас смотрят. Мы выходим 24 числа, а этот эфир записывали накануне вечером, поэтому действительно тоже находились вот в таком подвершенном состоянии, пытались каким-то образом обозначить главные версии происходящего. Всё мы узнаем в ближайшее время. Теперь вернёмся к, ну как мне кажется, более глобальным вещам, не столь сиюминутным. На майке у Швиттельмана домики сине-жёлтого цвета. День государственного флага сегодня. А я, если вы обратили внимание, я в настоящей вышиванке. В вышиванке, конечно. У вас уже независимость, вы как бы на 20-й час. Я на 20-й час. На 20-й час. Это очень важно. Я помню, как в прошлом году, когда война уже была в разгаре, как отличались эти дни. И я помню выступление, обращение к нации Владимира Зеленского с Крещатика, где была выставлена разбитая техника, военная техника России. Как сейчас Украина, Киев в данном случае готовятся к этому дню, что сегодня важно нужно в этот день произнести и декларировать и для общества, и для мира, и для русских. Ох, вы прямо задали планку. Значит, во-первых, да, в прошлом году на Крещатике стояла разбитая военная техника. Я прямо там пошел гулять и встретил там Бориса Джонсона, который как раз подъехал на машине туда, на Крещатик. Это важно. Это как бы не случайно он в тот день приехал. Он приехал, грубо говоря, прикрыть с собой центр Киева, потому что тогда была страшная угроза того, что будет массированный ракетный удар по Киеву. Об этом говорили буквально все. Тогда год назад очень много людей из Киева выехало на 24 число, прямо целево выехало на два дня, прячась от ракетных ударов. Только об этом говорили. Я помню, я тогда зашел в магазин по дороге, там все разговаривали, все, уже летят ракеты, уже это, уже в Белой Церкви, уже там, уже здесь удары. То есть это прямо в воздухе витало. Мне все писали, все спрашивали. Всем было страшно, реально, всем было страшно. И Борис Джонсон вот так появился там, как его там помню, приветствовали, значит. А сейчас насколько поменялось все за год поразительно. С одной стороны, та же выставка на том же Крещатике, той же технике, ну не знаю, завтра посмотрю, той же или новую привезли там. Мы же каждый день нового коммуняка можем вешать, как было сказано. Новая разбитая, то есть за год захвастены и разбиты. Но что поменялось принципиально? Да, с одной стороны, конечно, мэр города Кличко обратился к киевлянам, например, с тем, что он так, как и мэр других городов, что быть особо осторожными, потому что террористические удары Российской Федерации будут наверняка наноситься. Это все так. Но из Киева никто не уезжает, потому что за последние три месяца, вот сегодня примерно три месяца уже, даже больше три с половиной, как ни одна ракета, ни один шахет до Киева долететь не смогли. Это как бы горько так хвастаться, потому что других-то городов смогли, и там-то люди гибнут, поэтому я не хвастаюсь, я просто констатирую факт, что вот насколько изменилась ситуация с безопасностью за год. Поставили систему Патриот, она сбивает реально все, ну, в комплекс с остальными системами, конечно, она сбивает все, и вот ничто не пролетело, включая за это время там уже штук 15 гиперзвуковых кинжалов, которые тоже не долетели до Киев. То есть Киев стал относительно безопасным местом. Относительно, потому что обломки падают, люди гибнут, тем не менее, такое случается. Но все равно это не сравнить с тем, что любой объект был практически беззащитен год назад перед российскими, ну, как минимум, перед баллистическими ракетами гиперзвуковыми, это было абсолютно беззащитно. Ничего нельзя было сделать, и никак было нельзя защитить. А сейчас можно как выяснить. Дальше, второе. Если год назад все в страхе, ну, реально, вся Украина в страхе ожидала этого дня, то сегодня вся Украина ждет с предвкушением, потому что, например, вооруженные силы Украины выпустили такой хвалебный ролик, как именно будут нанесены удары по России 24-го. Выпустили заранее, чтобы, так сказать, проанонсировать, что вот посмотрите, вот сюда полетят беспилотники. Но это такой мультфильм, то есть там не показаны какие-то конкретные цели. Плюс несколько поставленных, скажем так, глав спецслужб тоже заявили, что мы сейчас обязательно нанесем что-нибудь, тут прямо нанесем, и уже нанесли, потому что ровно сегодня в Крыму было нанесено несколько ударов, и один из них, как вы знаете, вот этот удар по С-400, по системе, его прямо нельзя недооценивать, как говорится, это не только один миллиард долларов, который стоила эта система, на сравнение Патриот тоже стоит миллиард долларов, но ее же невозможно было поразить. То есть вот это непонятно, как это сделали, потому что она вообще-то себя должна уметь защищать уж точно, учитывая, что она защищает пол Крыма за миллиард долларов, а как-то ее, говорят, поразили два беспилотника, она на них отвлеклась и прилетела с моря ракет. Какая с моря? Чья ракета? У нас что, подвобная лодка вообще? Что за дела? Просто невероятные какие-то операции, которые сейчас проводят украинские спецслужбы. Ну, необъяснимые, необъяснимые происходят. Вот, поэтому, конечно, достроение у людей другое. Ну, и за год изменения в общем настрой, конечно, есть и такое слегка негативное. Год назад все жили тем, что, ну, все, ну, вот, последние месяцы войны, как-то, все ясно. Вот сейчас уже осень, все закончим, приступим к мирной жизни, к восстановлению, вернутся беженцы, дети пойдут в школу, те, которые сейчас в Германии учатся. Это было год назад, да, ведь 1 сентября было на носу, и все там обсуждали, уже возвращаться 1 сентября с детьми или еще не возвращаться, а 1 октября куда ждать. А вот теперь полтора года войны, и это вообще другой мир. Это люди, которые понимают, что все, что это как бы, ну, ощущение, что это навсегда, что это вот новая жизнь, она вот такая теперь. И дети уже говорят по-немецки, как вы понимаете, те, которые полтора года назад уехали и пошли в немецкие детские сады и школы, так у них немецкие, ну, те, кто поменьше, у них немецкий родной. Я ехал в поезде в Польшу, и там было много детей, которых, ну, везли обратно, и приезжали к отцам своим, которые здесь на войне, или просто невыездные. Они, между собой, по-немецки разговаривают, эти дети маленькие. Ну, конечно, они полтора года в Германии. То есть, простите, правильно ли я понимаю, что в украинском обществе тоже вот это вот настроение, что это будет долго, оно чувствуется, оно заметно. Ведь, по сути, это то же самое, что говорит, простите, этот Путин и вот эти всякие вот эти люди из телевизора советского, что это все надолго. Я бы очень не хотела в это верить, но у украинцев тоже такое ощущение, что это надолго. Они как бы с этой мыслью, они уже смирились. Я думаю, что да, большинство абсолютно смирились, и мне приходится, в частности, как-то, знаете, прям заниматься тем, что немного успокаивает людей, потому что я как раз не готов смириться с этим, я как раз не верю, что это долго. Вот не верю. В каком смысле? Потому что я все время говорю простую вещь, что когда там что-нибудь военные рассуждают о том, как война будет долго, что освобождать все эти территории нужно годами, что правда, если вот так и разминировать каждый окоп отдельно, то это годами, и это будет так. Но я верю, что война – это не просто разминирование, заминирование и стрельба, и там потопление кораблей, это еще и политико-экономическое мероприятие большое. Мне все время вспоминается Юрий Лужков. Я вот когда-то его полюбил за одну фразу еще давно, еще сто лет назад, когда его спросили, а почему он во время августовского путча оказался на стороне как бы демократа. Он сказал, я увидел, что эти люди не готовы провести путч, они не понимают, что путч – это сложное логистическое мероприятие. Вот. Вот. Война – некоторые не понимают, что это сложное политико-экономическое мероприятие. Я думаю, что, конечно, война закончится политико-экономическим способом, а не только военным. Ну, мне, по крайней мере, мне хочется в это верить. Я не могу это предсказать, обещать, гарантировать. Я всего лишь говорю людям, ребят, вот есть этот выход. Он весьма вероятен, и он может случиться в любой день. Как много войн таким способом закончились. Первая мировая война закончилась не взятием Берлина. Во время, когда закончилась Первая мировая война, немцы стояли только на чужой территории, и ни один солдат Антаты не стоял на немецкой территории. Немцы стояли во Франции, в России, где угодно, и проиграли войну. Поэтому это вполне история, которая может повториться. Проиграли политически и экономически. В том, на ваш взгляд, смысл ударов беспилотниками по центру города Москвы. Вот этих прилетов, которым, ну, да, это уже стало вполне себе нормой, что каждую ночь или каждое утро обязательно несколько беспилотников атакуют такие вот символические места в Москве, как, например, Сити, ну, и прочее, прочее. Понятно, что это не машина убийства, как я это понимаю, да, не машина для убийства мирного населения, мирных граждан. В чем смысл этих прилетов, скажите? Как вы это понимаете? Да, ну, во-первых, если бы хотели убивать мирных граждан, били бы другие места, совершенно, во-вторых, вот я уверен абсолютно, что каждый раз, когда назначается цель, то это легитимная военная цель назначается. Другое дело, что мало что долетает, в основном, они действительно падают, что это сбитие. Ну, мы видели, да, когда попадали дважды в Министерство цифровой трансформации Российской Федерации, это легитимная военная цель по закону введения войны, и так как попали два раза с разницей в два дня, то это не то, что случайно два беспилотника залетели в один тот же дом, да, а так не бывает. Значит, это вот, это было назначено целью, и поэтому я уверен, что наши просто, ну, зачем как-то, нет смысла выбирать какие-то другие цели, кроме военных, благо в Москве там одних военных училищ, я думаю, хватит на несколько лет военной, да, если так, беспилотниками по ним стрелять, и все это легитимные военные цели. Но, конечно, смысл не в том, чтобы уничтожать какие-то цели, что-то там, наносить вот какой-то большой ущерб, именно в ударах вот этих по Москве. Первое, ну, тут несколько задач, я думаю, что в сумме три. Пункт первый, поднятие боевого духа украинцев, это работает, это прям поднимает боевой дух украинцев, безусловно. То, что Украина способна бить по центру Москвы, это поднимает боевой дух. Мне все время вспоминается на эту тему, как меня в школе учили еще, вот этот случай, 41-й год, 1941-й, и советская авиация бомбит Берлин, взлетая с острова Саарим. Для чего? Просто, чтобы показать, что мы можем разбомбить Берлин. Больше ни для чего. Не имело ни военных целей, никаких. Поднять дух советских граждан. Или то же самое, кстати, бомбардировка Токио, по-моему, в том же, чуть ли не в 41-м году, американцами, дальними бомбардировщиками. Только с этой целью была первая бомбардировка Токио, про это есть подошли. Пункт второй, я думаю, что это преследуется. Цель, не знаю, насколько она работает, хотя есть некоторые, уже появились некоторые опросы на эту тему, уронить престиж Путина, уронить, как бы, доверие к Путину. Когда в Москве вот такое происходит, то верхушка даже страны, она может как-то изменить несколько свое отношение к Путину, раз он не может ничего с этим поделать. Это тоже возможно вполне. И третье, это военная, как ни странно, задача, но она есть, конечно. Выбираются специально знаковые объекты, которые нельзя бросить на произвол судьбы. Если бы Украина бомбила даже какой-нибудь военный завод, но в какой-нибудь Тверской области, бесконечно вот так же, то Путин бы сказал, да черт с этим заводом, пускай они бомбят этот завод. А когда бомбят Москва-Сити, он так сказать не может из-за символизма всего этого. И он вынужден туда перебрасывать ПВО. А ПВО у России очень ограничено количество общего. То есть это вот нельзя взять и сделать еще ПВО. Это нужно либо здесь, либо там. Оно не с линии фронта, потому что это не фронтовое ПВО, но оно перебрасывается из Краснодара, из Ростова, из Крыма, а вот там... Животные. Это рыжие животные, это уже настоящее. Прекрасный. Привет-привет. Привет-привет. Вот. А там уже в Краснодаре и в Ростове там уже настоящие военные цели, прямо вот остро тактические и необходимые. Там же что Украина бомбит? Нефтепрерабатывающие заводы, мосты, кстати, в Ростовской области, которые соединяют вот туда, к Мариуполю, идут в сторону Мариуполя. Вот эти все объекты, это реальность. И вот их надо избавить от того, вот таким способом. Запад постоянно говорит о том, что мы не можем позволить, чтобы наше оружие работало на территории Российской Федерации, что только вот типа для обороны. Мой вопрос к вам. Мы не военные эксперты и, безусловно, не являемся ими и не претендуем на это. Но тем не менее, возможно ли сейчас, сегодня, через полтора года войны удержать войну в рамках границ между Украиной и Россией? Возможно ли выиграть эту войну украинцам, не переходя не только на удары беспилотников, но и вообще на массированные атаки и налеты на территорию России? Конечно же, я, как человек, живущий в Киеве, не могу поддерживать такую позицию Запада. Само собой, я хочу, чтобы они разрешили бить по всей территории Российской Федерации, ну, по легитимным военным целям, самосовой на территории РФ. А чего же я еще мог бы хотеть, называется. Теперь дальше вопрос, что возможно, что невозможно. Чисто военная победа, как я сказал, ну, вот военная победа под названием военным способом взяли и дошли до всех границ 1991 года, а потом зашли еще и вглубь России, чтобы обеспечить какую-то полосу безопасности, ну, чтобы хотя бы артиллерия не тестовала, как сейчас там. Вот знаете, что сегодня в Белгородской области погибло трое гражданских от украинского беспилотника. Это вот, кстати, первый такой, по-моему, факт, когда действительно именно гражданские лица, именно гражданские, чисто совсем никак не замешанные в этом всем, гибнут от украинского оружия на территорию России. Просто впервые. Может, там до этого по одному гибли, но вот так, только три человека, такого не было. И почему это происходит? Аж оттуда бьет артиллерия российская, прямо это все было в приграничных каких-то местах в Белгородской области. Ну, конечно, по артиллерии наносятся ответные какие-то удары, ну, а что делать? И там вот гибнут люди. Поэтому удержать в границах в любом случае невозможно. То есть, если говорить о войне, как чисто военном мероприятии, а еще мы, значит, на 40 километров, то есть на дальность полета, там, снаряда артиллерийского должны отодвинуть еще в глубь России все это, ну, это годы, годы и годы вот таким способом. То есть, это прям малая вероятность. Поэтому, но и даже получив оружие, которое может бить по России, это все равно годы, все равно годы. Поэтому это решит другую проблему. Это решит проблему украинских смертей. То есть, сократить количество убийств жителей Украины можно таким способом. Если бы, ну, грубо говоря, сегодня сначала украинская армия должна дождаться, пока россия не подготовит, войска, привезут их, заправят танки, въедут на территорию Украины, только тогда можно по ним бить. А если бы можно было бить по этим складам, по этим эшелонам, которые везут мобилизованных, по лагерям подготовки мобилизованных, действительно, да, которые располагаются там в сотнях километров, в принципе, от Украины, то есть, мы же не про Хабаровс сейчас говорим, а вот тут вокруг. Но это бы снизило количество смертей среди украинских военнослужащих, я думаю, просто в разы, если бы можно было в таком расстоянии, это поражать. Как в свое время Хаймарсы, собственно, и снизили смертность в украинской армии, я думаю, в разы, прямо вот в разы, потому что они били на 80 километров, а российская артиллерия только на 40, вот и все. А теперь предположим, что получаем мы такие же ракеты в таком же количестве, только которые бьют на 300, на 500 и по России. Самолеты, например, простой пример тоже, самолеты, с которых летят ракеты и убивают мирных граждан. Мы точно знаем, что эти ракеты нацелены на мирные объекты. Мы это точно заранее знаем. У нас как бы такое, знаете, как хроника предсказанного убийства. Когда вот мы сидим такие, нам сообщают, ой, из Мурманска взлетели 12 бомбардировщиков. Мы тут же подсчитываем, что максимальный запад 96 ракет. Мы знаем, что через 3 часа, через 3 часа, то есть 2 часа им долететь до Каспийского моря, еще час от Каспийского моря ракеты до нас, через 3 часа у нас будет 96 ракет, которые убьют сколько-то мирных жителей. Это гарантировано. Сколько-то. А если бы нам разрешали стрелять ракетами воздух в воздух американскими по этим стратегическим бомбардировщикам, ну пусть бы они попробовали с Каспийского моря вот так безнаказанно бомбить. А так они безнаказанно бомбят. Я надеюсь, что еще несколько ошибок российского политического руководства приведут к тому, что и это нам разрешат. Сейчас не разрешают. Ну ведь и хаймарсов не давали. А о самолетах, какая речь, вот тоже сравнивается ситуация. Ну, не год с годом, хорошо, полтора года назад и сегодня. Полтора года назад в войне же тоже вот завтра полтора года, ну сегодня, когда мы смотрим, полтора года, да? Полтора года назад, когда Россия напала на Украину, то Германия тут же приняла решение об оказании военной помощи Украине пять тысяч Касов. Пять тысяч Касов. Понимаете, было объявлено, что будет передано украинской армии пять тысяч Касов. А сегодня 62 Ф-16. Вот разница. Ну так тут уже недалекий путь до того, что можно бить по России. Тем более нет же вот этого фактора, что-то попадет в руки россиян, какой-то секретный. Ну, когда бьем по Крыму, оно точно так же попадает. Ну, если не взорвалось так. А про оккупированные территории. Почему мой, ну, может быть, уже опять же такой наивный вопрос невоенного человека. Почему не наносятся удары по, что называется, центрам принятия решения, извините за это выражение, или по каким-то войсковым частям, по штабам, которые находятся на оккупированных территориях Украины? В Мариуполе, в Херсоне, ну, во многих других местах. из-за того, что боятся, из-за того, что не хотят мирное население делать сопутствующими потерями, или как? Не, во-первых, Херсон уже не оккупирован, к счастью, но эти удары наносятся постоянно. Вообще, я-то слежу за этим, естественно, в ежечасном режиме. Постоянно огромное количество ударов. Просто огромное. То есть, Мариуполе, значит, вопрос же еще дальности, которая, ну, нужна прицельная дальность, хорошая. Сначала у нас были Хаймарсы, и, соответственно, это была дальность 80 километров. А на 80 километров мы не достаем, например, до Мариуполя 80 километров. Вот. Поэтому по Мариуполю не попадали, и по Луганску тоже. Но по Донецку, да. А как был ранен героический Рогозин, например? Это же во время как раз ударов по штабам и по центрам принятия решений все это происходило. Или как случилось с, помните, в Макеевке, да, общежитие, где там 400 чего-то, на территории. Дальше у нас появились ракеты Storm Shadow британские, которые бьют на 250 километров. И потом ракеты Scalp французские, но это, в принципе, та же самая ракета, просто название. Вот. 250 километров. И тогда, как только они появились, с этого дня мы стали бить по Луганску, по Мариуполю. Вот точно так же. А люди, вот люди, которые там остались жить, украинские граждане. Естественно, что украинцы бьют только по штабам, по складам и так далее. То есть не бьет по жилым кварталам. Россияне пока, к счастью, в основном не обустраивают там это все внутри жилых кварталов. Ну, такого нет. Конечно, наверное, селиться, наверное, было бы удобнее в сто раз воевать. Но организовать там военный склад посреди города, у тебя, во-первых, ты будешь наблюдаем. Там же все шпионы. Ну, как? Все наше население этих городов, это все украинские шпионы. Конечно, все сообщат про все сразу, что куда приехало, что уехало. Поэтому они делают, потом им нужны какие-то аэродромы. Ну, вот знаменитое слово Чернобаевка, куда попадали 20 раз. Почему такая Чернобаевка? Потому что больше никуда не подвести. То есть надо место, где можно сесть на вертолете и есть какие-то склады и так далее. Они используют те же мощности, которые использовала раньше украинская армия или там какие-то еще, ну, какие-то заводы, промзоны. Это просто неудобно в жилых кварталах хранить ракеты. Они не поместятся в квартиру. Вот. Поэтому это все специально оборудованные места. Наши это все вычисляют. Ну, естественно, и наша разведка, и наши партизаны, и кто угодно. Дальше есть банк целей. Ну, вот по сообщениям наших, собственно, военных, в общем, недостатку-то нет у нас в ракетах. Есть вот все цели, они все уничтожаются по мере необходимости. Просто есть еще какой принцип, но это я уже наслушался у наших специалистов, что не надо заранее. То есть нельзя заранее уничтожать какие-то вещи. Нужно уничтожать тогда, когда ты начинаешь наступление в это направление, потому что иначе те успеют перегруппироваться, перепланировать и так далее. Когда ты начинаешь наступать вот сюда, то тогда в этот момент, там за день до этого начинай выбивать мосты, склады и так далее. А до этого просто формируй банк целей. Выстрелить-то дело нехитрое, нужно банк целей иметь. Ну, вот единственная проблема, что 250 километров. То есть Крым не накрывается полностью, Крымский мост не накрывается этим оружием, Storm Shadow. Но, например, мосты, которые есть мост между Крымом и Херсонской областью, Ченгарский мост, через который шло, в общем, основное вооружение. Куда? И его несколько раз уже разбомбили, и железнодорожный, и такой автомобильный. Вот сегодня было, кстати, данные британской разведки, как раз, что у российской армии большие сложности с подвозом тяжелой техники из-за разбомбленных этих мостов. Потому что они не могут из Крыма перебрасывать технику. Это приходится в объезд, через очень долгую дорогу, а там же тоже мы простреливаем. Так что, все это делается, абсолютно делается. Как вы относитесь к сливам различных разведок британских и американских, которые регулярно публикуются в различных западных газетах, связанных вот с какими-то или раскрытиями каких-то стратегических планов со стороны ВСУ, или какие-то прогнозы, связанные с тем, что тут они проиграют, тут они не справятся, и этого ничего не получится. Что это такое? Есть ли в этом какая-то доля, опять же, может быть, какая-то доля продуманной стратегии совместных каких-то усилий спецслужб Украины и Америки, и Запада? Или? Или? Как вы к этому относитесь, и как вы предлагаете к этому относиться людям, которые это читают? Об это стоит внимания? Об это стоит верить? Или нет? Очень мало это стоит внимания, я бы так сказал. Иногда там приводятся некие факты. Бывают факты. Пытаются раскрыть факты. Если эти факты еще откуда-то находят подтверждение, то это интересное содержание. Но чаще мы из этих вот всяких непонятных источников, непонятной информации слышим какие-то мнения. По мнению разведки, наверное, не в то место сейчас Украина доступает, им вообще надо там мобилизовать 3 миллиона человек. Ты садишься, ну, есть какие-то вещи, которые разоблачаются просто достаточно, как там мобилизация необходимая 3 миллионов человек, но вот это разоблачить вообще на раз. Есть контраргументы. А есть такие, где нет ни доказательства в одну сторону, ни доказательства в другую. Тогда я сразу это все отсекаю просто однозначно. Отношу это, кстати, не к деятельности американцев или даже украинцев, а скорее к российскому влиянию. Потому что российское влияние очень большое, и оно несложное. То есть это же не какие-то там прям бином Ньютона организовать влияние в американской прессе. Это же вопрос, вот если журнал Икономист что-нибудь напишет, когда журнал Икономист что-нибудь напишет, то я поверю, что с вероятностью больше, чем 90% это правда. Потому что Икономист так устроен. Я знаю, как он устроен, я его читал годами, и я понимаю, как все это работает. Но когда мы слышим, что в газете New York Times что-то написали, я понимаю, что там есть раздел опедов, где, в общем, каждый суслик может написать статью практически. Ну как, если он работает в каком-нибудь сингтенке и до этого там ничем себя не запятнал, то и так и будут его статьи размещаться. Да я думаю, что значительный процент американских сингтенков финансируется разного рода либо напрямую российским государством, либо тем, кому поручили. Почему, например, надо вводить санкции условно против Фридмана? Потому что он финансирует такие вещи. През него финансируются какие-то лоббисты, которые действуют в конце в пользу. Через лоббистов можно разместить, нет, не все подряд и не под любым названием и не под редакционным, конечно. Да, вот как ОПЭД, мнение, это же мнение, это все, что угодно, в принципе. Механизмы, в общем, известны всем, кто когда-нибудь этим занимался. Я просто занимался в жизни. В общем, это не сложно. Существует ли такое понятие, как украинская пропаганда? Конечно, обязательно. Вот я живой представитель. Но я, правда, доброволец. У нас чем отличается украинская пропаганда? У нас очень мало централизованной пропаганды. Она есть, но ее очень мало. Прямо реально. Это буквально какие-то считанные люди. А основная, она в основном построена вот не так централизованно, как в России, где, понятно, вот некая вертикаль этой пропаганды, месседжи раздаются. У нас никому месседжи не раздаются. Я знаю таких людей очень много, таких, как я, которые в этом всем участвуют на добровольных началах, так сказать. И нам же никто месседжи не дает. Мы сами что хотим, то и воротим, потому что у нас свобода слова. Вот что мы считаем хорошим и полезным, то и делаем. Вот я считаю полезным поддерживать боевой дух в краильцах, ну, в народе, да, вот в людях. И я вижу, что это сразу, я не знал, что я этим занимаюсь. Я просто говорил, а потом ко мне стали люди подходить на улицу, а потом их стало больше, а потом все стали подходить на улицу, а потом военные стали подходить на улицу и приезжать ко мне из Бахмута и рассказывать, как я их там поддерживаю в Бахмуте. Я про это, естественно, ничего не знал, потому что я там сам не был когда в Ахмуте. Поэтому мы и есть пропаганда. Мы такая децентрализованная, но очень массированная штуковина, в которой у нас страна в Украине, я здесь живу с 2016 года, я в какой-то момент взялся подсчитывать, сколько здесь людей до войны, я имею в виду, замешано, назовем так, в политическом пиаре. То есть мы кого берем? Пресс-секретари разных людей, политический пиар, пресс-секретарь, главы городской администрации Одессы, районной администрации, вот такого рода разные спикеры, разные люди. Так вот, у меня сумма получилась, что это сотни тысяч, сотни тысяч таких людей. Ну, потому что, вот я вам расскажу, до войны в Одессе было 50 телеканалов, в Одессе 50 телеканалов, общеукраинских информационных телеканалов, ну, десятки, это общеукраинских информационных каналов, которые 24 часа в сутки новости передают. И вот вся эта огромная армия, она чем сейчас занята? Вот этим и занята, каждый по-своему. Так что, да, пропаганда украинская есть. Разница, я думаю, что все-таки существенная. Я ее вижу как зритель, поскольку я смотрю многие украинские каналы и, естественно, русскоязычные каналы «Фридом» и «Утро февраля», вас и Дмитрия Гордона. Ну, короче, стараюсь следить за всеми. Но есть существенная разница, как мне кажется. Советская пропаганда построена на возгонке ненависти и расчеловечивания украинца, противника. Не буду говорить сейчас по-другому, пусть будет так, противника. Вот то, что я совершенно не вижу в разговорах и в эфирах, и в сюжетах украинских СМИ, как независимых, так и государственных, впрочем. На чем? Какие главные инструменты тогда? Давайте попробуем определить эту разницу. И почему вы не пользуетесь таким простым инструментом, как ненависть к расисту, ненависть к врагу? Он не человек, он урод, убей его. Ни разу не слышал. Да. Ну, во-первых, я еще одним не пользуюсь, наверное, главным инструментом. Я никогда не вру. Вот вообще, я ни разу не наврал в своих эфирах никогда. Мало того, я даже не скрываю правду. Вот честно, можно еще и скрывать правду, да, вот этот факт сказать, а этот не сказать. А я говорю все факты. Если уж я заговорил на какую-то тему, если спросили, то я привожу, да, и плюсы, и минусы, и складываю их в одну коробочку, вот просто отметая только лишние сущности, но не лишние факты. Факты я не скрываю. Мне вот лично это очень важно. Не пытаться манипулировать и складывать нужные картины из каких-то отдельных элементов. Потому что это находит гораздо лучше. Ну, правда. Ну, люди не дураки, в конце концов. Я в это верю, что люди в конце не дураки. И если их все время пытаться ими манипулировать, то нет. Нормальных людей на свою сторону не привлечешь. Нормальным людям нужна правда, как ни странно. Вот. Я, ну, тем более люди видят, слушайте, я выступаю, я вот посчитал, что я за время войны где-то 20 с лишним стран, где я выступал, разные каналы там и так далее. Да, но в основном на русском, то есть еще там на иврите что-то было, но в основном это на русском. И плюс меня переводили во многих странах, то есть мне присылают статьи там из каких-то французских газет, это там перевод моих каких-то высказаний. Я там в шоке. Самый я был в шоке, когда, вот это я просто похвастаюсь, но я не могу удержаться, был День независимости Латвии. И в Латвии в Кафедральном соборе, значит, главном, лютеранство, выступал архиепископ латвийский с обращением в День независимости, обращение к нации. И он там меня процитировал, прямо сказал, как сказал Катериман, что это было ужасно. Для меня это было шоком. Значит, теперь по поводу расчеловечивания. Так а зачем? У нас другие ценности. Это же война ценностей. Если бы это была война, кто кого сильнее. Не надо пытаться соревноваться с противником в его методах. Не надо играть в его игру и на его поле. Ты проиграешь. Но он же сам выбрал поле для битвы, противники, я имею в виду. Вот это поле расчеловечивания, поле силы. Россия выбрала, Российская Федерация выбрала. Какой принцип? Мы сильнее, поэтому мы правы. Вы нам подчинитесь, потому что мы сильнее. У нас больше оружия. У нас ядерное оружие. У нас самих больше. Поэтому мы вас убьем, если вы не подчинитесь. Это принцип. Мы в эту игру выиграем у них? Нет. А что остается делать? В другую игру. Меня так всегда учили, вы знаете, во всем. Хоть в теории игр, хоть в чем. Играй в другую игру, не в ту, которая играет противник. И посмотрите, что происходит везде. И на поле боя, кстати. Ну, как взрывают С-400. Да как Украина утопила половину Черноморского флота, не имея своего флота. Она не играла в эту игру, не строила крейсеров, ничего. А как Украина только за последнюю неделю сбила два стратегических бомбардировщика? Детскими игрушками, коптерами. Это же даже не дроны были. Это были детские игрушки, коптеры, с которых взорвали два стратегические бомбардировщика Ту-22, которые невозможно новые построить. У России нет технологий, чтобы построить такие бомбардировщики. То есть каждый минус такой бомбардировщик, это все навсегда минус. Вот есть у России 20 с чем-то, я не помню этих Ту-22. Ну что-то такое. Все, вот минус два. Это игра, мы играем в другую игру. И я играю в другую игру. Кроме того, я почему на этой стороне оказался? Знаете, почему они на Путина сегодня работают? Ну ладно. Не, почему сегодня? Это не когда у меня сегодня был выбор. Почему я там 30 лет назад, ну 20 лет назад я оказался на той стороне? Мне их игры не нравятся. Но я никогда не играл в силовые игры. Мне это не нравилось никогда. Там вот это все бокс, там вот эта вся ерунда. Мне все время нравилось как-то вот другое, какие-то другие способы. Поэтому я у них и не мог оказаться ментально из-за этого. Я играю в другую игру, поэтому я на этой стороне. Ну да, извините, что я игру это называю, несмотря на то, что такая кровопролитная война. Но я про саму пропаганду, естественно, говорю. В этом есть некие элементы творческие, что ли. И да, это очень просто. Потом, знаете, я читал Оренбурга, в конце концов. И вся эта история про убей немца, она как-то, она же сразу, она же уже отложилась, что вот это применяется в такой ситуации и работает, вот мы знаем как. Нам так не нужно. И я рос с ненавистью к немцам, например. Вот я лично. Я не ездил в Германию до своих, там не помню, сколько у меня было лет, там почти 40, когда я в первый раз в Германии оказался. И я был удивлен тому, что я увидел и подумал, не, все, я перестану ненавидеть немцев. А до этого ненавидел. И я не хочу так жить. Поэтому я не хочу, чтобы так люди жили в этой ненависти. И я каждый раз, кстати, разгранищу, говорю, смотрите, вот этот россиян, вот так, не надо мне рассказать, что это плохие. Вот как сегодня был опрос, ужасный, украинец, вот ужасный был опрос, как вы относитесь к жителям оккупированных территорий. Ну понятно, что там к жителям Херсонской и Запорожской области оккупировали, там 95% тепло, хорошо, сочувствуем, там и так далее. К жителям Крыма 70% тепло, хорошо, сочувствуем. А к жителям Донецкой и Луганской области 27% тепло, хорошо, сочувствуем. И это прям остро неправильно. Я вот с этим просто начинаю борьбу личную, чем могу. Потому что что это? Вы о чем вообще? Почему вы такое решили? Это люди, на которых напала Россия, захватила их, которых украинская армия не смогла защитить. В чем они виноваты? Кроме тех, кто добровольно пошел там служить. Коллаборанты. Их сколько требовольно пошло служить? Пять тысяч, десять тысяч? А мы говорим про миллионы людей. Миш, мы должны заканчивать уже нашу сегодняшнюю встречу. Я бы хотела, чтобы в конце нашего эфира, в День независимости Украины, вы из Киева обратились к нашим российским зрителям. Что бы вы хотели им сказать? Мне жаль, что вы потеряли свою страну. Мне очень хочется, чтобы вы смогли ее когда-нибудь новую себе построить. Я испытываю по этому поводу определенный скепсис. То есть мне кажется, это будет очень сложно и почти невозможно. Ну, естественно, я обращаюсь к тем, кто нас сейчас смотрит, а это же, значит, нормальные люди. Мне очень хочется, чтобы у вас получилось потом. Но, правда, это гиперсложная задача. Вот я не знаю, как это сделать. Я прям в ужасе от этого. А жить без страны, это тоже очень опасно, как евреи вам скажут. Ну, вот евреи долго страдали от того, что остались без своей страны на две тысячи лет. Вот я вам этого не желаю категорически. Желаю вам как можно быстрее создать нормальную вот эту... Как вы там называете прекрасное оси будущего или что-то, не об этом речь. Как захотите, так и построите. Вот и все. Ну, а я, со своей стороны, хочу поздравить и вас, и наших украинских зрителей, а их немало, которые нас смотрят в наших эфирах с Днем независимости, и выразить уверенность в том, что победа обязательно будет, и будет очень скоро, и все будет Украина, и слава Украине. Спасибо вам. И героям слава. Спасибо вам большое. Спасибо. Счастливо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok